Леронька, ну нельзя так потрясающе выглядеть на рабочем месте. А вас там ожидают? Бог ты мой. Нина! Здрасте. Здрасте. Ну что, как ни старался от меня избавиться, так и не удалось? Ты это о чём? Слушай, потрясающе. Я безумно рад видеть тебя на свободе. Пожалуйста, мой кабинет. Кофе, чай. Обойдусь как-нибудь без чая. Ну просто, Серёжа не смог приехать. А почему? Что-то с Надей случилось? Нет, ну почему сразу случилось? Почему с Надей? С Надюшей всё в порядке. Они с Галочкой и с Вадиком в пансионате под Москвой. А Серёжа, там какие-то проблемы по работе. Ну ты знаешь, я только не знаю, ничего об этом не разбираюсь. Но знаю, что вот он туда и мотается, то туда, то обратно. Ну выясняю то одно, то другое. О, вот телеграммы. О, смотри. Миронов Саша, Нижний Тагил. Помню, люблю, скорблю вместе с вами. Вот. Наташа Коровкина, Петербург. Держитесь, дорогие. Мы вместе с вами, с Надей. Тигерь Янов, это соседний райцентр. Любимая учительница. Удивительно, я ничего не могу. Вот он. А то не читаю, сейчас не выдержу. Вот так. Так что Любилина нашла. Верочку помнит её. Да как же можно её не любить? Заводи. Заходите на посадку. В хорошем смысле этого слова. Присаживайтесь. Ну, что нового сегодня расскажете? Я уже всё новое рассказал. Жаль. Очень жаль. Извините. Извините, что вас расстроило. Да, ничего, ничего. Собственно, у меня всё то же самое. Та же песня. Чем дольше будете молчать, тем дольше будете в неволе. Вот жена ваша приходила. А я подумал, подумал и решил дать вам свидание. Вот видите, я с вами сотрудничаю, а вы со мной не хотите. Кто пришёл? Вот что, память отшибла? Для подследственного это катастрофа. Вы что, многоженец? Гражданка Баринова вам знакома? Не нужно никакого свидания. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить. Не с тем, другим, не с той, другим. Но бывает так, что всё меняется потом. Чужая ревность, как беда. Ночной дождём приходит вдоль. Две волны друг друга нежно Обнимают две любви. Под ним огнём в ночи сияют две души. Как две весны, как я и ты. Пусть наши две судьбы Лишь корабли в открытом небе Две любви живут, а значит есть на свете Я и ты, я и ты. Она мне практически уже не жена Ну это вы сами разбирайтесь Жена она вам Или Не жена Но раз уж пришла Почему ж не поговорить-то Ну и дела Обычно жены от таких мужей отказываются Которым срок грозит А ваша практически уже не жена Все пороги он обила Хлопочет, что вас под залог выпустили От таких жен не отказываются Никифоров Кто ж вам передачи носить будет? Мне от неё ничего не нужно Ни передачи, ни залогов Неужели непонятно? Да понятно Понятно Что ж тут сложного-то Отношения у вас с родственниками Нисколько не лучше, чем с законом Давайте так, я сам разберусь в своих отношениях с родственниками Да как бы не так Они вам тут табунами ходят Ещё трое Помимо гражданки Бариновой Рыбкины что ли? А им вы тоже не хотите быть ничем обязанным? Нет, с ними я бы с удовольствием встретился Ну, со всеми не обещаю Уж больно они шумные Я боюсь, они мне тут всё разнесут Но вот с одним представителем Могу Ну что, может коньячку? Ты особенно не старайся Со мной-то это не проходит Да о чём-то? Хорошо устроился Секретарша молоденькая Коньячок Да, жизнь хороша Так вот одно непонятно За что ж ты тогда Сергея подставил? Здорово Серьёзное обвинение И доказательства есть Ну зачем нам доказательства? Мы же не в суде Даже в суде доказательства не нужны Я же про тебя всё знаю точно Да Вот некому больше вашего любимого Серёженьку подставить Да И значит ты думаешь Что я заказал аварийное оборудование Привёз его на стройку Приказал установить его Да? А потом И сбросил на голову этого несчастного работяги Да? Да? Нина Ты думай о чём говоришь Мозги есть? Думай головой Ты знаешь Твою бы энергию-то в мирное русло Вот например жена моя совсем с ума сошла из-за этого Никифорова Она жизнь свою хочет погубить просто из-за этого уголовника Вот ты бы её на путь истины-то и наставила со своей энергией безумной И вот не понимаю Она что не насиделась там? Почему её тянет всё время? Тянет вот тюрьму эту Я вот готов поспорить Она же сидит сейчас возле этого изолятора И ждёт свидания вот с этим Будешь спорить всё равно проиграешь У неё мама умерла Она сейчас в тупилках, там похороны Вот только не надо вот этого вот делать Знаешь, соболезнования показывать Как будто тебя это трогает А что меня это не может тронуть? Я действительно сочувствую Таня Да А ты вот Что вот ты здесь сидишь? Лучшая подруга И бросила одну беременную женщину, да? Это я виновата Я виновата Танюша Ну что ты говоришь? Никто тут не виноват Надо было маму в охапку брать Везти в Москву лечиться А я что? Я только своими проблемами занималась Не уберегла я маму Не уберегла Она осталась Одна Ну что тут поделаешь, родная моя Каждый из нас перед кем-нибудь Довиноват А уж перед родной-то матерью Это почитай все Разве можно расплатиться за все, что она для тебя сделала? Тут ведь никакого сердца не хватит Есть Один способ С этой бедой совладать А ты его знаешь Надо этот долг свой Передать дальше Детям Внукам А они потом В свою очередь Дальше А ты То, что говоришь Одна осталась Это глупость ты брось Какая же ты сирота А мы, Рыбкины Что, никто что ли? Ты же теперь у меня Как самая настоящая дочка Да что я тебе говорю? Да ты все сама знаешь Тань Все готово Ехать надо, отпевать Давай, моя родная Давай, доченька Подтянем платочек Вот так Так, теперь вставай Опирайся на меня Давай, дочечку Пошли Так Тихонечко Пойдем Особенно Мишка, Мишка, потоп! Мишка, кран сорвало! Вставай, потоп! Тряпки неси! Тряпки? Ведро найди какое-нибудь! Тряпки, это тряпки! Побольше тряпок! Какие тряпки? Да любые тряпки неси! На! Что-то притащил, какие-то отжимать-то будут! Ведро на кухне! Полотенце возьми! Ведро на кухне, под мойкой! Полундра! Это что, что такое? Так уже, я знаю, так в кино кричат, когда тонут! Ну, надо же! Он переживал за Танина самочувствие! Ты перед кем комедию-то ломаешь? Мы тут вдвоем! Я что-то не понимаю, я не могу переживать за свою беременную жену? А когда ты эту фирму на себя оформлял, ты тоже за беременную жену переживал? Я всегда за ней переживаю! Я просто избавил ее от лишних хлопот! И она будет заниматься семьей, домом, ребенком! А знаешь, делами фирмы я распоряжу их гораздо лучше, чем она! И все пойдет в семью! Ты серьезно считаешь, что после того, что ты сделал, Таня придет к тебе? Слышу! Я вот, или что-то не пойму, у меня с головой как-то проблемы! Может, у меня откроешь глаза? Да, запросто! Таня счастлива с Сергеем, и тебе их не разлучить! Вот и весь секрет! Смотри, как нарядилась! Небось, на свидание! Если не секрет, кому? Если ты решил покорить меня собственной тупостью, то ты совершенно зря стараешься! Я знаю тебя давно, и это для меня не новость! Молчи! И без тебя тошно! Ой, могла бы не говорить! И так заметно, что тошно! Нарядилась, как на праздник! А для меня, вообще-то, свидание с любимым мужем всегда праздник! Да-да-да-да! Да-да-да! Серега только-только нормальной, счастливой жизнью зажил, она тут как тут! Ей не имется просто! Не имется! Василий Иванович! Счастливый он жил, пока с вами не связался! Вообще, кто ему такие? Вы ему совершенно чужие люди! Мы чужие люди? Это мы чужие люди? Интересно! Это ты, по-моему, здесь непонятно с какого боку! Тебе слова вообще никто не давал, мальчик! Чего? Я вообще могу сделать так, что вас всех отсюда сейчас выгонят! Ну ладно, давайте успокоимся! А то как бы нас всех отсюда не вывели! Всех! Следователь свидания разрешил, может пройти один из вас, кто пойдет, решайте! Подождите, вы что-то путаете, я его жена! Подследственное свидание с женой, то есть с вами отказался! Кто пойдет? Я пойду! Пойду, узнаю, что это он отказался! Что-нибудь, Серега, передать от жены? Ну, ты дозвонился? Что, ну, я ни одного номера по этой проблеме не знаю! Ну, а что ты застрял? Да я справочную звоню, там... Автоответчик, ждите ответа, я жду! Ну, сделаю же что-нибудь! Что, я должна одна все делать? Слушай, в интернете обычно все есть! Да какой интернет, ты издеваешься? Ты сейчас три часа там будешь искать! Что делать-то? Слушай, в этих, в почтовых ящиках обычно всякую рекламку напих... Ну, эти... рекламки напихают... Ну, давай уже иди тогда! Слушай, может там про сантехников есть? Ну, давай быстрее! Я добегу я! Знаешь, что я тебе скажу, дорогая моя? Я не твоя, дорогая! Дорогая, дорогая... Не суйся ты в чужую жизнь! Не суйся в Танину жизнь и мою! Ты понимаешь? И хватит трепать про меня всякие небылицы! Это не небылицы, это правда! А тебе, по-моему, просто делать нечего! Ты же у нас безработная! Семьи нету! Только я можешь трепать языком! М? Ты все равно не сможешь поссорить меня с Таней! И она всегда останется со мной! Ой, какие сантименты! Прям даже страшно становится! Страшно! Тебе будет страшно! Запомни, ты не сможешь помешать! Ясно? Ничего не сможешь сделать! Ты просто меня плохо знаешь! Очень плохо! Так что успокойся! Я спокойна! Я спокойна так, что обзавидуешься! Ты вот все хорошо просчитал! А одного не учел! Ты совершенно не знаешь, Таня! Ну дела! С ума, что ли, посходили все? Неужели не понимают, что ты здесь ни при чем? Видимо, не понимают! Бред какой-то! И главное, что эта бумажка, которая может доказать мою невиновность, куда-то пропала! Да ты не волнуйся, Серега! Мы эту бумажку в два счета найдем! Я тебе серьезно говорю! Рыбкин сказал, Рыбкин сделал! Все! Ты главное не раскисай! Да ладно, я-то не раскисаю! Ты мне лучше расскажи, как вы там на воле! Как Надюшка! Надюшка лучше всех! Сейчас, наверное, по лесу бегает вместе с Вадиком, с Галей! Грибочки там, бабочки! Да не волнуйся, у нас все в порядке, правда! Не переживай! А у Тани что? Есть какие-то новости? Новости есть! Лучше б не было! Серега! Тетя Вера умерла! Катька, держись, наше близко! Боюсь, не доживу! Так, интернет! Свершскоростной интернет! Продажа всего за три копейки! Так! Ну-ка, это что за колбаса? Ну, долго ты будешь еще копаться? На, иди, вытирай! Ну, иди уже вытирай! Что, я должна одна корячиться? Ну, тогда ищи сантехника, если не хочешь потирать! Я ищу! Ну, ищи! Нет, нет! Вот так вот, Серега! Видишь, как все в одну кучу собралось! Бедная Танюшка, даже представить сложно, каково я сейчас! Ведь у меня к тебе будет просьба! Да, конечно! Ты, пожалуйста, не говори никому, что я здесь! О чем вопрос, конечно! Только, боюсь, долго скрывать не получится! А я надолго здесь задерживаться и не собираюсь! Но выбраться я отсюда смогу только в одном случае! Если ты мне поможешь! Ну, наконец-то! Давай, говори, где искать и что! Короче, так, слушай! У Горина был такой журнал распоряжений, там, приказов, приходы, расходы, исходящие, входящие! Так, как он выглядел? Все, что только может быть! Это такая амбарная княженция! Приятного коричневого цвета! Понятно! Значит, надо прийти и забрать! Если бы было так просто! Я не знаю, Жанна ушла и вместе с ней могла уйти и эта княженция! Понимаешь? В небо, в макулатуру, куда угодно! Будем надеяться, что эта книга как и все Жаннино наследство пылится где-то! В каком-то ящике в столе и в шкафу где-нибудь! лежит в себе, пылится и не знает, что она может спасти человеческую судьбу! И возможно даже не одну! Да, и еще! Еще эта книга может быть в кабинете у Горина! Понял! Вот! Я надеюсь, что когда они с Жанной делили имущество, он потребовал себе эту книгу! Вот так! Понял? Да, Вадик мог бы, кстати! Как сказал бы наш сосед, полковник, местоположение цели туманно, но главное, она уже определена! Вить, еще, попробуй поговорить с секретаршей, ну только так, не в лоб, а, ну, обойди! Понял, понял! Я поговорю! Тебя учить! Только портить! Серега, ну ты правда думаешь, этот журнал поможет тебе? Вить, в этом журнале мой оправдательный приговор, мой единственный шанс, возможно, последний, понял? Витя понял, Витя Рыбкин знает, что такое последний шанс! Вот, Верочка, вот она такая добрая была, душевная, ну, вы знаете, так и говорили все, душа, человек, таких людей очень мало, вымерли все, да, имя у нее подходящее, Вера, Верочка, вот кто бы к ней ни обратился, ну, знаете, она всегда помогала, всегда вот поддерживала как-то Веру, да и слова вот такие находила, что сразу вот человеку как-то легче жить было, и тихая была, никогда ни на кого голос не повышала! Точно! А? Разве кто-нибудь слышал, как она кричит? Никто! Все мы бежим куда-то, торопимся и ничего не успеваем! А вот Вера тихая, спокойная, все успевала! Да! Никогда о самом главном не забывала, мы к ней прибегали, плакались, они знали, что она уже сама-то еле жива! Ладно, ты прости нас, Верочка, если что, ты о нас думала, заботилась, помнила, и мы о тебе всегда помнить будем, ну а потом встретимся, ладно, ну пусть земля ей будет пухом! А скольких учеников она в свет вывела, вон телеграммы-то со всех сторон шлют, а это ведь не все еще узнали! Царствие ей небесное, нашей Верочке, видать, заслужило! Слюша, ты поешь надо, блинчик съесть надо, кучу, обязательно надо поесть! Могу, у меня кусок украл не лезет! Да! Да, только срочно, а то мы уже тонем! Да, спасибо, только побыстрее! Хорошо! Спасибо! Все, сантехники уже едут! Ну чего ты встал тогда? Что думаешь, что твоя звонка воды там меньше стала? Иди уже, вытирай! Что-то я еще хотел сделать! Пробойну ты хотел заткнуть своим телом, на! Стань уже героем, иди! Угу! ЗВОНОК 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 Алло, чего тебе? О, как я удачно позвонил! Видно, мой подарочек вам понравился! Мне сейчас некогда! Так ведь я буквально на секундочку! Просто хотел узнать, как твоему задохлику понравились фотки! Пошел ты! Сейчас пойду! Судя по твоему голосу, Мишутка уже по достоинству оценил картинки! ЗВОНОК Кто звонил? Соседи снизу! Говорят, мы плохо вычерпываем! Я им объяснила, что это не мы, а ты плохо вычерпываешь! Ага! Папа! Привет, дача! Как жизнь молодая? Пап, помоги, я тебя очень прошу! Материально? Что случилось-то? Ты должен ему помочь! Кому? Сергею! Во-первых, ты успокойся и рассказывай, давай! Он в тюрьме! Я должна его вытащить, понимаешь? Я просто обязана это сделать! Меня он видеть не хочет! От освобождения под залог он тоже отказывается! Пап, ты же всё можешь! Я очень тебя прошу, помоги! Меня туда не пускают! Рыбкины там воду мутят, а он от всего отказывается! На барже, на барже стоп-машина! Подожди, подожди! Начинай всё по порядку! Давай! Ой, Вера, Вера! А ведь молодая ещё была! Вот я её на восемь годков старше! Кто думал, что вот так вот всё получится? Да, а Верочка очень петь любила! Ой! В этот вьюжный неласковый вечер, Когда снежная мгла вдоль дорог, Ты накид, дорогая, на плечи, Аренбургский буховый плоток! Я его вечерами вязала! Для тебя, моя добрая мать, Я готова тебе, дорогая, Не плоток даже сердце отдать! Она эту песню любила, вообще петь любила, да! А мы когда, бывало, шли из школы через лес, Ну и страшно же, да? Песни пели, тебя она забивала! Она когда говорила, обычно так, Низкий голос такой сиповатый, А как запоёт звонко, как жаворонок! Она и была как жаворонок! Встаёт, ни свет ни заря, И по дому управится, И к ней тетрадки проверит! Она ответственным была человеком! И тебя моя мама согреет, Аренбургский буховый платок! Ну, хорошая авария случилась на стройке! По вине Сергея или нет? Ты это знаешь? Откуда мне это знать, пап? Мне просто сказали, что там кого-то придавило! И придавило очень серьёзно! И он сейчас в реанимации этот человек лежит! Ну, подожди, тут надо как-то поразмыслить всё! Время какое-то нужно! Во-первых, что конкретно произошло и чем это грозит? Первое! А Сергей в это время в тюрьме будет сидеть? Я просто хочу, чтобы его вытащили! Да! А не важно, как это произойдёт! Под честное пионерское слово или под залог! Если Сергей действительно в этом виноват, то как? Ради меня! Ради ребёнка будущего, внука твоего! Ты же всё можешь! Спасибо, тётя Нюра! Спасибо вам большое! Такой стол устроили! Что ты, родная! Разве за это благодарят? Крепис, девочка! Крепис! Крепис! Ой, голова пудит! Устала? Немножко! Вот, Алёша! Не хотела я тебе сегодня говорить! Что? Даже не знаю, как начать! Что с Серёжей? Нет-нет, Серёжа, ты всё в порядке, он жив-здоров! Готов за тебя в огонь и в воду! Я просто... Просто в последнее время только плохое жду! Ну, это понятно! Но это неправильно! Потому что ты ждёшь ребёнка, а тебе нельзя! Что случилось? Тётя Тома, вы меня уже подготовили, давай тебя огорошивать! Да нет, ничего на тебя особенно огорошивать нечем! Я сама толком ничего не знаю! Вроде там, на фирме опять какие-то заморочки! Да-да-да, я всё понял! Угу! Хорошо! Спасибо! Ну что? Ну что? Попал-то у Серёга! Передряга довольно-таки серьёзная! Но я всё-таки думаю, шанс там есть! И неплохой! Папочка! Тихо, подожди, радоваться! Надо как-то всё обмозговать! Ну что? Мне показалось, что там кто-то хочет его подставить, сделать из него коза отпущения! Подожди, и что теперь делать? Ну, я бы, наверное, мог бы к этому делу опытного адвоката подключить, чтобы он как-то разрулил это всё дело! Ты у меня самый лучший! Ну? Не может быть! Скажи, а можно будет с адвокатом сразу договориться? Да погоди ты что-то! Нет, я просто подумала о том, что мы можем с ним в прокуратуру поехать, там точно мне не откажут на свидание с мужем! Как думаешь? Ну, наверное, можно это сделать! Давай попытаемся! Ты подарил мне вторую жизнь! Да что ты! Спасибо тебе огромное! Ты знаешь, у меня ещё одно очень важное дело есть! Я поеду! А ты позвони мне, пожалуйста, как только с адвокатом всё решится, хорошо? Спасибо вам огромное! Вы нас правда спасли, реально! Да, спасибо! До свидания! Миша, ты ему денег дал? Конверт! Какой конверт? Такой, из плотной бумаги! Ну, откуда я знаю, где твой конверт, ну? Ищи сам, ну, наверное, здесь где-то в газетах! Это всё ты! Боже мой! Наконец-то я узнал, что такое настоящая популярность! Меня все во всём обвиняют! Да, а что мне на этот раз инкриминирует? Это ты посадил Сергея! Замечательно! Да, слушай, так можно манией величия обзавестись! Значит, я его посадил, а никого я не расстрелял! Ну-ка, расскажи мне о моём могуществе! Ты воспользовался аварией на строительстве для того, чтобы подставить моего мужа! Потрясающе! А зачем мне это надо? Для того, чтобы Танечку свою ненаглядную с моим мужем развести по разные стороны! С твоим ненаглядным Сергеем? Замечательно! А я только вот уловить не могу! Какая связь между моей семейной трагедией твоей и аварией на стройке? Какая? Помните, ты говорила, что разведёшь по разные стороны Сергея и Разбешкину любым способом? Так вот, теперь я знаю, что он значит любым! Ну, учти его! Учитывал? Что именно? Что я не позволю посадить Сергея! Катюх, просто очевидно невероятно! А ты в барабашек не верила! Я не могу его найти никак! Что ты не можешь найти? Да, письмо это! Ну, а я откуда могу знать, где твое дурацкое письмо? Нет, я помню, что ты его последнее видела! Ну, ты его тоже видел и что? Ну, нет, я просто чётко помню, что оно было! Не могло же оно испариться куда-то? Ну, не могло, ну! Да, у нас всё-таки был потоп, а не пожар! Ну, не знаю, значит его сантехник взял вместе с газетами! Ну, не конверджи он взял! Ну, значит, ты его тогда сам выкинул! Вместе с грязными газетами и с тряпками! Ну, Катя, может быть, ты случайно взяла? Слушай, кому это было письмо адресовано? Тебе или мне? Так зачем мне нужно брать твое письмо? Кать, ну, успокойся, я просто так спросил! Ну, ты думай, прежде чем спросить! Мне твое долбанное письмо не нужно! Кать, ну... Мне тоже не нужно это письмо, я просто хотел узнать, куда оно делось! Ну, не веришь, обыщи меня! На, обыщи! И вышел Вадик из банка, не словно хлебавший! Все твое благоверное, ты уж извини, под себя подгреб! Значит, фирма... Помахала крылышками и уплыла в синее море! В банке с Вадиком даже никто разговаривать не стал! Это его, ну, просто убило! Я чувствовала, что Игорь что-то с доверенностью с этой уже на круте! Да, ты подозревала отчет тогда, собственно, чего об этом говорить, да? Кто мог подумать, что он такой подлый способен? Что он до такого опустится? Хотя... Что? Мы думаем, что он опустился, мы думаем, что он поднялся... А я этого никогда не пойму! Да бля это! Чего тебе понимать, юмой? Просто... Жизнь должна с чему-то учить! А она меня не учит! Я ведь помню, когда я эту доверенность отбирала, как он на нее смотрел, как будто с жизни прощался! Да ладно! Забудь ты о нем! И... Не вспоминай! Да я и не вспоминаю! Просто я понимаю, что он меня бы никогда не любил! Ему всегда нужны были от меня только деньги! И про ребенка все эти... Ахи-вздохи тоже... Чушь полная! Мы так не договаривались! Значит, ты останешься со своей женой, а я буду своего мужа посылки в тюрьму таскать! Если ты мне дорогу перейдешь, я тебя в асфальт закатаю! А эту дрянь... Только, пожалуйста, с милой меня не разлучай, ладно? Я тебя умоляю! А если будешь ее закатывать в асфальт, то, пожалуйста, закатай нас на одной улице! Хорошо? Я все равно вытащу Сергея! Чего бы мне это не стоило! Да закон всех защищает! У кого есть хороший адвокат! А с такой женщиной можно все что угодно натворить! Всегда отмажут! Да? Только знаешь, не советую я тебе торопиться с его освобождением! В твоих же интересах! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Компания А.Кулакова Продолжение следует...